Оба здания получили повреждения. Взрывной волной выбиты двери, сорваны таблички и вывески. В Киеве объявлен план кордона, перекрытые ближайшие к местам происшествия улицы. Жертв и пострадавших нет. У финансовых учреждений продолжают работать взрывотехники. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей и осматривают прилегающие территории. Украинские власти еще больше ужесточили транспортную блокаду Донбасса. Об этом заявили в руководстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Сейчас въезд и выезд из ДНР на подконтрольную Киеву территорию ограничен. Не пропускают не только грузы, прерванные пассажирской сообщению. У единственного КПП огромные очереди. Тем временем на юго-востоке Украины новые обстрелы под огнем Горловка, Ясиноватая, Широкина, Спартак, разные районы Донецка. Также разведка ДНР сообщает, украинские силовики усиливают свои позиции. На линии фронта обнаружены новые системы залпового огня ГРАД. В таких условиях проходит эвакуация населения, которые объявили в выходные. За две недели из зоны военных действий планируют вывезти почти полторы тысячи жителей Донбасса. Дмитрий Кулько с подробностями. Нина Михайловна рассматривает старый альбом с фотографиями. В Донецке это чаще нерадостная процедура, а значит в доме трагедия. После ночного обстрела женщина выбирает снимок супруга для его похорон. Вы хороший и добрый. Тоже мужчина в военной форме, только в украинской и в наши дни запустил с десяток тяжелых мин по жителям Петровского района. В дом Меркиных раньше уже попадал снаряд, тогда семья спаслась. Но этой ночью осколки поразили сразу обоих супругов. Окровавленный Николай хотел помочь жене, но сил хватило лишь на пару шагов. Для вдовы теперь все лишено смысла. Сестра уговаривает уехать. Может прилететь и третий снаряд, ведь перемирия для силовиков не существует. Нина Михайловна рассказывает, что страшно еще и из-за того, что накануне трагедии родным приснился пророческий сон. Порошенко приснился, что стоял на коленях, вот их не зря видно. С утра, с ночи уснулась, с вечера. И снится, что стоит на коленях и просит у всех людей прощения. А я себе подумала, он опять врет, потому что мы знаем, что он врет все. Если бы слова президента Украины были правдой, то жительница этого дома сегодня бы смогла проснуться. Одна женщина погибла, Лена. Погибла вот женщина. И это, а то все по домам. Какую конкретно тяжелую технику украинские военные, несмотря на Минский договор, возвращают на передовую, международные наблюдатели определяют не только по осколкам. Миссия ОБСЕ в своем отчете отметила отсутствие на местах хранения, отведенного в соответствии с Минскими договоренностями, тяжелого вооружения вооруженных сил Украины. А именно, одной самоходной гаубицы 2С3 АКЦ, 8 противотанковых орудий МТ-12 Трапира и 5 РСЗО БМ-21 Град. Таким образом, украинские силовики продолжают применять тяжелую артиллерию в основном в вечернее время. В поселке Октябрьский обстрел, по сути, не прекращается, только меняется его направление. Вот сейчас в этой части, возле Кремлевской улицы, достаточно спокойно, но это ненадолго. Вот у нас есть, наверное, не больше часа, чтобы рассмотреть все повреждения в этом районе. Вот, как вы видите, эти здания и жилые дома испытали на себе уже десятки прямых попаданий снарядов. Из подвалов с охапкой самого необходимого выбегают люди. Этот автобус эвакуирует их в безопасное место. Здесь почти никого не осталось. Жители впервые за несколько дней беспрерывной бомбежки могут хотя бы просто с кем-нибудь поговорить. Голоса дрожат и срываются. Здесь нас бомбят, да безбожие бомбят. А вы здесь с кем остались? Родненькая, с мамой. Вот я иду к ней в больницу, я ее не могу бросить. Брата я похоронила, супруга я похоронила, отца я похоронила. В поселке Октябрьский и раньше было неспокойно, но такие обстрелы, как во время этого перемирия, происходят впервые. Когда зима была, вот были обстрелы там-то, там-то, ну скажем, стреляют и стреляют. Мы как-то к этому привыкли, что мы знаем, что оттуда идет обстрел, оттуда, оттуда. Сейчас же, вот тишина, тишина. И моментально все, и понеслось. Автобусы уезжают полупустые, но они вернутся в Октябрьский еще несколько раз. Ведь люди, забившиеся в подвалы, могли просто не увидеть путь к спасению. Дмитрий Кулько, Олег Прохоров, Ирина Уймина, Александр Макаренко, Пятый канал, Донбасс. Глава администрации Кремля Сергей Иванов дал большое интервью изданию Financial Times, в котором рассказал о том, как урегулировать конфликт на Украине, а также прокомментировал размещение ракет США в Европе. По мнению Мадонова, укрепление отношений между Россией и Штатами пока невозможно. То, что госсекретарь США Джон Керри приехал в Сочи и встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, и провел с ними долгие детальные переговоры в дружественной и нормальной атмосфере, это, конечно же, хорошо, но наивно думать об укреплении отношений до того, как украинский кризис будет разрешен. Также Иванов отметил, США осознают, что ситуация на Украине выходит из-под контроля, поэтому американским властям следует лучше прогнозировать результат своих действий по распространению основ демократии в мире. В связи с этим он напомнил о примерах, когда действия западных стран приводили не к такому результату, который ожидался, в частности, в Ираке, Ливии или Сирии. В каждом из этих случаев ситуация также выходила из-под контроля. Но что касается заявлений о военной угрозе, в которой обвиняют Россию страны при Балтике, то Сергей Иванов отметил, балтийские власти делают это исключительно из меркантильного интереса. Мне смешно слышать обвинение в военно-агрессивности России. Есть такое выражение «бред сивой кобылы». Это психическое расстройство говорить о том, что Россия нападет на Прибалтику. Это делается странами Балтии сознательно, чтобы получить с вас, стран НАТО, деньги. Россию сейчас обвиняют во всех смертных грехах, потому что это выгодно и все. Сергей Иванов также отметил несерьезность высказывания о том, что Россия якобы может начать войну с НАТО. В нашей стране это ни к чему, подытожил руководитель администрации президента. А вот руководство НАТО, напротив, готовится к длительному противостоянию с Россией. Глава Пентагона Эштон Картер считает, что острые разногласия с нашей страной будут носить долговременный характер и сохраняться вне зависимости от того, кто стоит в главе государства. С такого заявления американский министр обороны начал свое недельное турное по Европе. Он посетит с визитами Германии и Эстонии, примет участие в совещании с коллегами из стран НАТО, которые пройдет в Брюсселе. На этой встрече будет обсуждаться российская ядерная стратегия. В то же время, отметил Картер Вашингтон, по-прежнему будет сотрудничать с Россией в важных сферах, которые касаются ядерной программы Ирана и борьбы с терроризмом. В Тюменской области по факту угона воздушного судна возбуждено уголовное дело. Странный инцидент произошел накануне. Двое мужчин подняли в небо самолеты, которые стояли на аэродроме Ишимского клуба ДСАФ. Как оказалось, туда они прилетели из Москвы на двухместном биплане Гарден, не имея при себе документов и не получив разрешения на полет, за что и были задержаны полицейскими. После того, как их отпустили, один из молодых людей взлетел на Гарден, а второй угнал Як-52. Пилот воздушного судна Як-52 совершил аварийную посадку 21 июня 2015 года около 4 часов 30 минут на аэродроме Яутаровского авиационно-технического клуба ДСАФ России, не выпустив шасси и повредив самолет, допустив столкновение с инженерно-техническими сооружениями аэродрома. Задержали угонщиков через несколько часов во Владимирской области. Ими оказались пилоты Илья Кудряшов и Ромас Шермартини. Молодые люди объяснили, что не угоняли самолет, а хотели его купить и даже внесли предоплату, но якобы с оформлением документов возникли некие проволочки. Во всех нюансах этой запутанной истории предстоит разобраться следователям. Свою проверку инициировало и руководство ДСАФ. Уже сейчас некоторые эксперты заявляют, что воздушный кодекс пилоты не нарушали, так как не поднимались на высоту более 600 метров. Поэтому разрешение на вылет им и не требовалось. На финишную прямую выходит подготовка к уникальному международному первенству. Четыре дня осталось до всемирных детских игр победителей, которые в Москве организует благотворительный фонд «Подари жизнь». Это спортивное состязание тех, кто уже одержал свою самую важную победу над онкологией. Наталья Сулюкина встретилась с теми, чья история болезни превратилась в историю больших достижений. Девиз вообще, что здесь нет побежденных. Они уже победители. Для 13-летней Любы и ее мамы это видео не просто промо-ролик. Отчет о прошлогодних играх победителей занял почетное место в семейном архиве Волковых. Именно тогда, в июне 2014-го, девочка доказала, что поборола страшную болезнь – рак костных тканей. Это было в 2010 году. Мы тогда легли в больницу сначала, просто подумали, что нога болит. Ну, перелом был какой-то странный. Оказалось, у девочки, которой на тот момент было всего 9 лет, не странный перелом, а рак. Саркома Йоинга быстро разрушала костные ткани левой ноги. И после того, как стало понятно, что химиотерапия не поможет, у врачей остался только один вариант – полная ампутация конечности. Решение Люба приняла практически не задумываясь. И теперь она здорова, но физически не совсем полноценна. Хотя инвалидом девочка себя не считает, относится к жизни скорее философски. Говорит, это ее особенность, как у любимых коллекционных кукол. Смысл состоит в том, что будь собой, будь уникальным, будь монстром. Они вот странные такие все, по-разному отличаются, у каждого свои особенности. Но вот они друг друга уважают, не обижают и считают, что хоть они каждый по-своему особенные, их обижать нельзя. С таким же настроем Люба готовится к играм победителей. В этом году она примет участие сразу в двух дисциплинах – в стрельбе и в беге с поддержкой. Ей нужно будет пройти дистанцию в 60 метров на костылях. Специально изготовленный протез на соревнования девочка решила не брать. Говорит, без него бегает быстрее. А победить или хотя бы занять призовое место очень хочется. А это тренировка другого победителя. Андрей Клюйко из Нижнего Новгорода в этих играх примет участие впервые. А ведь еще несколько лет назад он завоевывал медали во всероссийских первенствах. Все изменилось буквально в один миг. Кандидат в мастера спорта по плаванию готовился к важным соревнованиям. На очередной тренировке почувствовал боль в спине. И уже через несколько дней оказался в больнице. Я узнал о болезни, наверное, где-то через недели две-три, как туда попал. Потому что я спрашивал у папы, он со мной лежал, что со мной. Он молчал, уходил и приходил в таком заплаканном виде. Потом я как-то случайно в коридоре услышал, что за заболевание. Набил в интернете. Ну и, конечно, я испугался очень сильно. Острый лейкоз – диагноз, который изменил жизнь и молодого спортсмена, и всей его семьи. Болезнь практически обездвижила Андрея. Он не мог не то что плавать, даже ходить. Это было самое страшное. Но все же ни мальчик, ни его родители, ни, конечно, врачи сдаваться не собирались. Андрей боролся ровно год, и вот теперь он снова может прийти на тренировку в бассейн, который снился ему каждую ночь. Непривычно боль ощущать в месяцах такую приятную. Движение у него вперед есть. Я считаю, что он восстанавливается очень быстро, и опять это благодаря его характеру, потому что он обладает колоссальным запасом терпения. Наградой за терпение и усердие стало не только выздоровление. Молодого спортсмена пригласили на игры победителей. И благотворительный фонд «Подари жизнь» помогал Андрею с первого дня его болезни. Поэтому, как только волонтеры узнали, что юноша возобновил тренировки, сразу позвали на первые у его теперь уже новые жизни соревнования. Каждая история – это какой-то кусочек оптимизма, что ли. Когда хорошая история, тогда ее можно рассказывать другим родителям, чтобы поддержать. И, кстати, с папой Андреем мы как раз разговаривали про игры победителей. Я ему рассказывала, что Андрей обязательно поедет на эти игры, он поправится, он обязательно поедет туда. Чтобы рассказать свои истории о победе над страшной болезнью, в Москву приедут дети из 15 стран. Среди них будет и Маркус Цайдлер, подросток из Германии. Сейчас он полностью здоров, а ведь всего 6 лет назад ему диагностировали редкую мягкотканную саркому. Шансов на выздоровление почти не было, но все же он решил бороться и, вопреки прогнозам, выжил. Эта болезнь изменила мое восприятие жизни. Я наслаждаюсь каждым днем и рад, что сейчас стою здесь и общаюсь с вами. Поездка на игры в Москву для меня очень важна, ведь там можно пообщаться с ребятами, которые пережили похожее. Но и самое главное – это удовольствие от соревнований. Может, мне даже удастся выиграть медаль. Участников игр победителей очень сложно назвать детьми, потому что, несмотря на юный возраст, они пережили больше, чем многие взрослые. А главное – все они смогли найти силы для борьбы со страшным недугом. Смогли не сломаться и адаптироваться к новой жизни после рака. Наталья Сулюкина, Любовь Киченко, Наталья Шорникова и Мария Гордеева. Пятый канал. В Петербурге честовали выпускников Суворовского училища. В этом году аттестаты получили 42 воспитанника. На церемонии вручения присутствовал заместитель командующего войсками Западного военного округа Владимир Дятлов. Он и сам бывший суворовец. По его словам, нынешний выпуск – один из лучших. Четверо золотых медалистов, а еще 11 человек получили почетные знаки за успешное окончание училища. Мы гордимся тем, что среди них подавляющее большинство – это отличники, учебы, спортсмены и просто прекрасные ребята. Поэтому это училище является предметом гордости в нашем округе. И я думаю, что мы сегодня праве поздравить всех руководителей училища, командный состав и суворовцев с таким прекрасным праздником, с очередным выпуском 59-м. После церемонии вручения аттестатов прямо на плацу для гостей и учителей суворовцы устроили показательное выступление. Демонстрировали навыки боевой подготовки, а также умение вальсировать с партнершами из Вагановской академии. Ну а завершился праздник по традиции торжественным маршем воспитанников и выпускников знаменитой военной школы.